Владимир Офисенко, украинский политолог, сейчас с нами на связи. Владимир Вячеславович, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Доброе утро. Еще раз напомню, пять пунктов формулы, которые были представлены, презентованы президентом Украины Владимиром Зеленским. Это наказание за агрессию, это защита жизни, это возобновление безопасности, территориальной целостности, гарантии безопасности и решимость защищаться. Что сказал президент, как мне кажется, также важно об этом добавить уже после презентации, я буквально цитирую, чего нет в нашей формуле, это нейтральности. Очень часто об ООН, как о довольно нейтральном органе в последнее время, в том числе по отношению к Украине, в агрессии Российской Федерации, именно говорили, не то чтобы нейтральное, знаете, наверное, малоэффективное, скажем так. Как подобная формула, которая де-факто является реформой Организации Объединенных Наций, как это не странно говорить, что Украина, по сути дела, сейчас инициирует реформы ООН, как эта формула, будет ли она воспринята, как она будет реализована, что самое главное? На мой взгляд, самое главное здесь не просто предложение по реформированию ООН, они звучали раньше, звучали больше в таких теоретических дискуссиях. Но, кстати, вот практически именно с трибуны ООН об этом начал говорить именно президент Зеленский в своих предыдущих еще выступлениях на Генеральной Ассамблее ООН. И что очень показательно, сейчас уже об этом говорят и другие мировые лидеры. Вот как раз на этой Генассамблее эту тему уже начал развивать и президент США Байден, и президент Франции Макрон. Вот буквально тоже на днях об этом заявил и глава Европейского Совета, он призвал вообще лишить Россию право членства в Совете Безопасности ООН. То есть тема развивается. Но то, что предложил президент Зеленский, на мой взгляд, это вообще новый подход в обеспечении мира во всем мире. Это задача ООН. Для этого она создавалась, для обеспечения мира, для недопущения новой мировой войны. К сожалению, эту задачу он выполняет очень плохо. И то, что предлагает президент Зеленский, это с одной стороны расширение упомянутых вами гарантий международной безопасности для Украины, собственно, на весь мир. Это предложения, которые будут касаться не только Украины, не только России. Они должны касаться наказания любой страны-агрессора и обеспечения права на защиту и на поддержку любой страны, которая подвергнется агрессии. В этом плане я думаю, что предложения президента Зеленского очень новаторские. И это предложение на перспективу. Главное сейчас сформулировать сам этот подход. Естественно, его не удастся реализовать сразу же. К сожалению, ООН, как организация, на которую имеет влияние и Россия, и Китай, это организация, где действует такой баланс интересов. Отсюда вот той нейтрализм, про который вы упомянули. Одна сторона может нейтрализовать предложения другой стороны. Но, как показывает историческая практика, главное заявить новый подход. А дальше постепенно, шаг за шагом он будет реализовываться. Вот как сейчас уже начали практически обсуждать тему ограничения права вето России и уже практического реформирования ООН. Раньше эти дискуссии были чисто теоретические. Сейчас это уже практический подход. Вопрос, когда и как это будет реализовано. То же самое будет и с формулой мира. Я в этом убежден. Как раз, Владимир Владимирович, вопрос в имплементации подобной формулы, чтобы она из презентации Зеленского переросла в определенные документы, указы, правила работы нового мира, в котором, ну, одно, не последнее место, скажу так точно, занимает суверенное государство, ныне отстаивающее свою территориальную целостность и независимость. По этому делу я говорю об Украине. Президент во время выступления на Генассамблее говорил, я буквально цитирую, мы готовы к миру, но к честному и справедливому миру. Поэтому с нами мир. Вот так он говорил, президент, во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи. То есть это новые тренды. Опять-таки, кто должен инициировать вот те документы, о которых говорит Зеленский? Ведь они необходимы не только Украине, а необходимы всем государствам, которые... Возможно. Давайте так, мы не ванги, мы не экстрасенсы, мы не можем прогнозировать того, что в будущем у России не появятся последователи, агрессоры против еще одного суверенного государства. Подобная формула, вот те пять пунктов, о которых говорит Зеленский, даже больше, они, по сути дела, ну, поставят крест на любую возможность в дальнейшем какому-то агрессору, ну, решить аннексировать территории другого суверенного государства. Да, именно на это и направлено предложение президента Зеленского. Вот если, когда была презентация, предложение по гарантии международной безопасности для Украины, речь шла именно об обеспечении безопасности нашей страны. А сейчас, вот, выступление на Генассамблее предлагается расширить эту позицию, чтобы, действительно, эти принципы были закреплены. Для этого надо менять устав ООН. Таких, как бы, президентов пока не было, и в этом главная сложность, ну, самая главная сложность, это то, что Россия может блокировать. К сожалению, здесь замкнутый круг. Поэтому идея заявлена. Вот очень важно, что она сформулирована. Теперь следующий шаг вместе с нашими партнерами, Соединенными Штатами, с европейскими странами. Очень важно, чтобы присоединились страны из разных регионов мира, из Азии, Африки, Латинской Америки. Важно подготовить пакет предложений и механизм их имплементации. Думаю, ну, это, скорее, вопрос к специалистам по международному праву, но думаю, что это надо делать, конечно, через Генеральную Ассамблею ООН, через механизм большинства голосов, так, чтобы можно было обойти право вета России. Но вот я выскажу свое субъективное мнение, когда это станет возможным. Главное, вот сейчас это сформулировано, сам подход. Уже можно начинать консультации, уже можно двигаться вперед. А вот практически, я думаю, возможность для того, чтобы нейтрализовать право вета России и вообще ограничить влияние России в ООН, возникнет в результате поражения России в войне против Украины. Либо, если Россия, не дай бог, конечно, совершит чудовищные преступления, использование ядерного оружия, тогда все. Я думаю, тогда это уже такая красная линия, после которой Россию вообще нужно будет, надо выгонять из ООН. Но вот для того, чтобы Россия не совершила новых преступлений, действительно, я думаю, целая группа влиятельных стран должна озвучить предупреждение о том, что ей может грозить в случае, допустим, применения ядерного оружия. Но вот если Россия проигрывает эту войну, а такая перспектива становится все более и более реалистичной, это создаст политические предпосылки для изменения ситуации и в Совете Безопасности ООН, и, думаю, в целом, с механизмами принятия решений в ООН. И вот тогда и появится практически возможность закрепить те принципы, о которых говорил президент Зеленский в уставе ООН. Еще по поводу одного месседжа господина Зеленского, когда он сказал на саммите филантропии «Форбс-400», он говорил, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что кто-то должен сейчас вправить мозг военно-политическому руководству России, чтобы война закончилась раньше, чем в Российской Федерации закончатся мобилизованные военные. Говорил он об этом на этом саммите и также отмечал, когда у них закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров. Когда у них закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов. Это просто дети, которые приехали сюда погибать ради амбиции одного человека в мире, который хочет воевать. Вопрос остается все равно открытым. Мы видим реакцию Запада, мы видим реакцию Соединенных Штатов Америки, европейских государств. Кто должен конкретно вправлять сейчас мозг, возможно, еще плюс глобальный юг, крайний север. Как должны сейчас страны, мир, как должен сейчас объединиться, чтобы вправить мозг, чтобы и россияне сейчас не гибли ради непонятно чего, потому что цели их таки непонятны, кроме как идти пушечным мясом и погибать, чтобы не гибли сейчас украинцы и не страдали другие государства? К сожалению, нет какого-то волшебного инструмента, который бы смог подействовать на мозги Путина. Давайте будем реалистами. Здесь необходимы усилия с разных сторон. Я уже об этом сказал, и в данном случае то же самое могу повторить. Главный инструмент вправления мозгов Путина, к сожалению, тот же, что было раньше. Это успешные действия вооруженных сил Украины. Это военные победы над Путиным. Для этого надо помочь Украине. Помочь более масштабно, более оперативно, более масштабными поставками оружия. Того оружия, которого у нас пока нет. Я имею в виду и бронетехнику, которая необходима для наступления, система противовоздушной обороны, для того, чтобы россияне не могли атаковать объекты критической инфраструктуры в Украине. Ну и в целом мирное население. Противоракетная оборона нам необходима. Ракетное оружие, для того, чтобы мы могли нанести больше урона россиянам. Вот тогда это будет действовать на мозги Путина. Это первое. Второе. Нужны более жесткие санкции. Нужно усиление механизма вторичных санкций, наказание тех компаний в третьих странах мира, которые формально не поддерживают санкции, ну а вот торгуют с Россией, фактически помогают обходить санкции. Вот по ним надо вводить вторичные санкции. Это не санкции против стран, санкции против конкретных компаний. Опыт показывает, это действует. Затем, я думаю, что вот если говорить о том, кто может вправлять мозги Путину, это прежде всего те страны, которые с ним поддерживают отношения, которые торгуют с Россией. Если они не заинтересованы в ухудшении мировой ситуации, в разрушении мировой торговли, они должны ставить, скажем так, условия Путину более жестко. Судя по всему, в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества Путину уже начали вправлять в мозги. Поэтому он приехал раздраженный. Реакция неправильная была. Вот он начал объявлять. Он пообещал премьер-министру Индии, что он готов к мирным переговорам, а начал делать прямо противоположное. Объявил мобилизацию. Значит, надо усиливать давление на Путина не только странам Запада, но и Китаю, Индии. Они, если они не хотят ухудшения международной экономической ситуации, вот они должны усилить свое давление на Путина. Вот все вместе, от военного давления, от военных поражений Российской армии в Украине до воздействия на Путина тех, кто пока с ним имеет дело, торгует с Россией. Вот именно это вместе может, я думаю, постепенно и вправить мозги российскому лидеру. А вообще-то последний инструмент, он внутри России. Рано или поздно российский народ должен прийти к выводу, что надо такого лидера менять на более нормального, такого, который не будет приносить беды и проблемы и всему миру, и своей собственной стране. То есть российский народ должен править мозги. Ну, наверное, надо и самим себе вправлять мозги им, а тогда уже получится и с Путиным.